Но тут нет, тут как-то не, тут пяных не, ну как-то тут не так. А вот там на перецепи, вот так, подбирали, лежит там пяный. Мы его поднимем, начинаем спрашивать, где он живет, ведем его домой к нему и в карман ему даем адрес молитвенного дома. И что-нибудь там такое с Евангелией или что-то такое. Вот, и так вот это такое. Потом везде, где могли, только решили, что надо как-то везде проповедовать. Эти люди вврить и все. Вот, и Анна пошла в книжный магазин. А книгами мы всегда интересовались. Классии такой не было же литературы. Религиозной не было, трудно было где-то что-то найти. А такую классическую, так искали там везде, то Толстого, то еще что-то такое по магазинам. А, общем, Анна пошла в книжный магазин баконистический. Вот, и спрашивает продавщицу. Ну, за какие-то книги там спросила. Потом спрашивает продавщицу. А у вас Библия есть? А она говорит, что... Сейчас, говорит, нету. Но, говорит, была. А она спрашивает, а сколько она стоит, Библия? А та продавщица называла какую-то большую цифру, большую, я не помню, не знаю какую, вот, очень дорого. А Анна говорит, о, говорит, это, значит, такая ценная книга, что она так дорого стоит. Это же не, вот такие книги там, даже дорогие, но все равно не такая. А тут что-то она там, то ли на те деньги 200, то ли 300 рублей, еще это же, это еще же были какие годы, 70-е годы. Вот она. И потом, а у Анны маленькая Библия была, такая, баптисты уже, как-то им уже привозили, и как-то уже, короче, нам досталась Библия. Такая небольшого формата, маленькая. Анна вынимает ее и говорит, а у меня, говорит, есть Библия. Вот, вот она и показывает. А в это время Геннадий стоял в этом магазине, он тоже же по книгам любил ходить. И, в общем, он когда, он увидел, услышал, что она, что у нее есть Библия, и Анна вышла с магазина, он след за ней. Она, значит, прошла там сколько-то, квартал или сколько, он за ней. Вот, и потом он ее останавливает, говорит, и спрашивает ее, вот вы, девушка, вот сказали, что Библия есть. А, говорит, как бы ее посмотреть или почитать, вот и все. А Анна говорит, я, говорит, вам могу помочь, вот Библию, пойдемте со мной, я вас приведу в дом, там, где вы сможете Библию получить. Вот, и как-то, и она его повела в регистрированное собрание. Она привела его туда, это Носерово было тогда. Вот, там был областной представитель Василий Ефимович, может, вы его знаете, Владимиренко. Хороший человек был, как человек хороший. Он потом стал шепреситером стал. Да, да, он в Москве, потом был еще там во всех Б, потом он назад тут был. Я, кажется, с ним встречался в Москве. Встречался? Вполне может быть. Вот, ну и, в общем, Анна его туда привела. Собрания в это время не было. Это уже рассказывает Геннадий, как было. Говорит, меня больше всего тронуло это то, что Анна с ним пришла. Вот, Василий Ефимович, вот, студент в университете. Он учился на историческом, уже на последнем курсе историческом комплектете. Говорит, вот, я вам привела, к вам привела вот молодого человека, который интересуется религией, Библию хочет. И все, Василий Ефимович вынимает, открывает шкаф, стол, шухляпку со стола, вот, и достает там Библию и дает им. И это Геннадий рассказывает, говорит, меня это больше всего поразило, что он мне отдал Библию. В то время это была неоценимая книга, ее достать трудно было. И он мне ничего не сказал, ни документа у меня не взял, не спросил моих данных, там, где я, что я, откуда, вот, и все, и ничего. А вынул, дал и сказал, что вот, на, читай там, или что-то еще там ему сказал. Вот, и, ну, Геннадий пообещал, что я почитаю и верну. Вот, я не, 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 не буду злоупотреблять двери. И он, говорит, это сыграло большую роль у меня потом, что верующие люди, они, вот, потому что, говорит, в мире я бы такого нигде не нашел, что какую-то дорогую вещь, что-то дорогое, и вот так незнакомому человеку кто-то дал. Вот, и он потом стал, Геннадий, ходить туда, на сированные собрания. А почему его считали, что он КГБшник Геннадий? А потому, что не только его считали. Смешно, но некоторые Анну Филипповну считали. Были такие, которые ее подозревали, что Анна Филипповна тоже работает там с властями, потому что сильно преследовали власти. Там много же, 9 судов было в Одессе, по-птисту. 9 судов, и один, например, 9 человек были на скамье под судей. А вы Бойко слышали такого? Ну да, вот, и Бойко с Вознесенской. Николай Анатольевич. Да, он не в Одессе, он в Вознесенске был. Вознесенск это городок, Одесская область, городок, ну районный такой центр Вознесенка. Он уже, уже, он был последняя партия, уже последняя. После него уже судов не было. Уже последняя. Слушайте, чаем будете? Вот. Будете чаем? Сдавайте.